Если бы мы туда не зашли 24-го, то 25-го, то, что вы видите в Мариуполе, было бы в ваших городах. Они готовили суррогатную бомбу, готовую взлететь и разбить ее над Ростовом. Это что такое? Это что такое? И кто? Началась какая-то заварушка, мы-то дождались в нашем городе. Это очень печально будет для нас. Мы приграничная зона, тем более. На Ростовщину наконец-то пришло горячее украинское лето. Бумеранги возвращаются и больно бьют россиян. Горячее лето Ростовщины. У нас нефтик подорвали. Материал писательницы, блогера и юриста Елены Степной. Далее цитируем. Что ж, на Ростовщину наконец-то пришло горячее, жаркое украинское лето. Каждый день здесь что-то шкварчит, пылает, взрывается. Люди бегают, суетятся. В строгом соответствии с графиком. По плану. По плану? По какому плану? За последний месяц Ростовщина получает бумеранги почти каждый день. Да, это беспилотник. НПЗ-ку бахнули. Украины, да, приведены? Ну да. И это не только вдохновляет, но и дает воодушевление работать еще более упорно. Ибо, как вы знаете, наблюдение за российским приграничьем и Ордло – моя любимая тема. Господи, что это может быть? Конечно, есть Белгородская и Курская области, где уже давненько горячо и жарко. Но те, кто знает, где я жила, тот понимает, почему я выбрала для своего блокпоста именно этот регион. Где у меня в школе? Сверхи базу. Сверхи базу. Нормально, вы, вверхи базу. Война пришла на Донбасс именно из Ростовщины. Нет, конечно же, из России, из Кремля, но для жителей украинского пограничья именно Ростовская область стала воротами ада, через которые на землю пришли черти. В 2015-м весь мир облетели фотографии агентства Reuters. Российская военная техника на местном жадовокзале. Танки, артиллерия, ракетные комплексы. Постоянно мелькали военные. То есть это были военные грузы, танки ездили постоянно. Мы с пацанами собирались, покупали воду, подкидывали военным. Знаете, вот только через 10 лет в откровенном разговоре с друзьями-переселенцами мы сошлись во мнении, что жители Донбасса поддержку войны со стороны ростовчан восприняли как личное оскорбление и измену. Потому что украинское приграничье всегда было гостеприимным для россиян, спасало от засухи, голода, неурожаев, позволяло получать качественные медицинские услуги, покупать качественные медицинские и бытовые вещи и продукты питания. Потому что именно к нам, в украинское приграничье, ехали жители Ростовской области за приобретением. Так было до 2014 года, а затем из Ростовщины на Донбасс поехало оружие. Казаки, их там неты и прочая гадость. И дальше все хуже и хуже. Когда все началось, техники везли просто, в сутки шли, 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 шли туда вот. С Дальнего Востока, да? Нет, я с Ростова. Не, ну возил с Дальнего Востока или там сейчас китайцы нам дают или нет? Нет, мы возили с Ростовской области, вот туда, в Донецкую. А, так это с самого начала 2014 года? Из 2014 года, да. Ну, с 2014 года мы возили по ночам. А наши солдаты эшелоны мы возили туда. Они у нас стояли на Матвеево кургане, все лесополосы, все были, все посадки забиты нашими солдатами и техникой. Ну и, скорее всего, они по ночам тоже пострелили. Критическое большинство жителей Ростовщины поддержали войну против Украины. Кто-то из зависти, потому что видел, как живем мы, как живут они, жители нанотехнологической страны. Кто-то из-за мстительности, кто-то из-за глупого ума, потому что у русских отсутствует критическое мышление. И чем больше россиян возвращались домой с награбленным, тем больше была поддержка войны. Поэтому возвращение долга ростовчанам – это нечто личное. Именно поэтому за Ростовщиной внимательно наблюдают беженцы из украинского приграничья, потому что ждут возмездия. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к войне с Украиной? А какая война? Там принуждения нет, никакой войны. Не устаю повторять, что пока россиянам не будет прилетать войной в каждое окно, пока каждый из граждан России не будет иметь персональной ответственности за действия своей страны, они так и будут жить в своем симулякре, где им все позволено. Помнишь, как смешили эти? Мы там шахтеры с земли понавыкапывали оружие. Я прикинул, как тебя это смешило. Конечно, очень смешно, учитывая, что мы это все видим. Там где-то вся эта техника стоит по всем станциям. Ты едешь, оно все, вот оно стоит, стоит. Обратно едешь, там на следующий день ее уже нет. Она уже вся уехала туда. То есть там гаубицы, пушки, там все-все-все туда шло. Война за эти 10 лет так увлекла мнение россиян, что все больше и больше они осознавали свою безнаказанность. 2022-е стал пиком абсолютной веры и абсолютного ощущения безнаказанности для россиян. Это было видно невооруженным глазом. Они в критическом своем большинстве просто купались в безнаказанности и вседозволенности. Именно поэтому все изменения, которые сейчас происходят на Ростовщине, вызывают интерес и удовлетворение. Еще бы условные бумеранги, таки возвращаются и бьют россиян прямо в лоб. За завод. Или прилетело, или что-то взорвалось. Вон, ну вон какие-то следы. Ростовщина сейчас полностью изменилась. Наконец-то на 10-й год войны здесь пахнет войной. Здесь все дышит расплатой, местью и ожиданием. Приехали мы в Ростов на ЖД вокзал. Вот в Ростов целый поезд. Я не знаю, сколько тут вагонов. Это все охраненные трехсотые из войны. Опять что-то там горит. Конечно, каждый ждет своего. Мы беженцы, ждем возмездия. Но это касается не только Ростовщины, а всей России в целом. А вот ростовчане, которые ждали нашего поражения, сейчас спешно меняют свои мечты. Ведь теперь каждый день ожидают взрывы, пожары и начинают учиться жить со страхом. Звуки воздушной тревоги понемногу входят в жизнь и жителей Ростовщины, как и разбитые окна. Запах гари и соленый привкус страха. Ростовщина живет в веерных отключениях света. Воды по уши в дерьме. Потому что канализационные системы России давно вышли из строя. После нескольких пожаров на нефтебазах там теперь и дефицит топлива. А среди бытовых развлечений россиян изучение карты бомбоубежищ. Что ж, мне это начинает нравиться. Как уже принято говорить в украинском сегменте Фейсбука, хорошего дня украинцам, а россиянам срачки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова